Всем приветик! Сегодня для вас записываю очередное видео о жизни в США. Отвечу на некоторые ваши вопросы, кое-что вам покажу. Я опять не готовилась к видео, я просто взяла две камеры, одну на которую сейчас записываю, другую Sony, на всякий случай, если карта памяти на этой закончится, которую я с собой взяла. И поэтому запишу для вас что-нибудь по дороге в то место, куда мне нужно поехать. Решила сегодня заняться шопингом небольшим, так как нужно кое-что прикупить из одежды. И, возможно, запишу кусочек магазина, не обещаю пока что, но возможно. И, в общем, покажу еще кое-что. Если вам интересно посмотреть, оставайтесь со мной. Мне тут недавно кто-то из вас писал, что как-то странно, что нет деревьев. И я хочу сказать, что на самом пляже, конечно, океана их нет, но вот сейчас 5 минут от него, да, на машине, и вот смотрите, сколько зелени. Проезжаем маленькую улицу. На самом деле, в Новой Англии, в нашем штате Нью-Хэмпшири, очень-очень много деревьев и красивые горы, есть, ну, леса. Так что, как бы, господи, куда он едет? Вот куда? Ну, ладно, это мы вырежем. Ужас. Так вот, я хотела сказать, что на самом деле у нас в нашем штате очень-очень много красивых мест с горами, с лесами, в общем, парки есть, очень много красивых рек, озер. Просто именно на пляже деревьев нет, а вот так вот 5 минут от него на машине, и вот много, ну, как относительно, да. У нас сегодня пасмурный, 51 градус по Фаренгейту. Итак, сейчас я попробую ответить на вопросы, которые вы мне писали в ВКонтакте. Первый вопрос будет от Паши. Стоит ли задумываться об эмиграции в 15 лет? Хочу сказать, что в 15 лет, наверное, задумываться еще рано, потому что вы еще зависите от родителей. Вы не можете самостоятельно уехать из России без разрешения родителей, насколько мне известно. Нужно разрешение на выезд из страны родителей. И также, ну, как вы можете приехать самостоятельно в Штаты без родителей, без денег, без родственников, без друзей, жить одна или один в Штатах, учиться. Просто у меня многие спрашивают, как можно приехать доучиться в 10-11 класс и остаться жить в Штатах. Родители не хотят ехать, они против, и нет оснований на переезд. Ну, во-первых, я не знаю, или вообще такой вариант возможен, чтобы ребенок один мог приехать и доучиться в школу, а потом уже поступить в колледж. Мне кажется, что возможен вариант, когда вы приезжаете именно учиться уже в колледж по студенческой визе. Но, опять же, я всех деталей не знаю, я не узнавала, но я просто думаю так сама по себе, как можно приехать в 15 лет в Штаты, в чужую страну, например, без знания хорошего английского, да, и жить самостоятельно, без друзей, без родственников. Мне кажется, что это слишком тяжело будет, и вы можете попасть в какую-то плохую струю, под какое-то плохое влияние, и просто потом из-за этого ничего хорошего не получится. Поэтому я бы советовала ехать после совершеннолетия, когда вы уже определились, что вы действительно хотите в жизни. Если вы можете приехать раньше в 15, там, 12 лет с родителями, то, пожалуйста, отличный вариант, но нет, в 15 лет, там, 16, даже 18, мне кажется, все-таки одному ехать, не знаю, тяжеловато. Поэтому я считаю, что не стоит пробовать. Следующий вопрос от Дмитрия по поводу недвижимости. Кстати, хочу сказать, что Новая Англия, она вообще-то дороговата для покупки недвижимости, особенно в нашем штате на пляже дома, хорошие двухэтажные дома с двумя спальнями, залом, кабинетом, кухня, соответственно, там отдельный туалет еще будет помимо ванной, да, гараж будет как минимум один, то будет от 700-800 тысяч, это на пляже. Чем дальше от пляжа вы, тем дешевле, то, например, в 40 минутах от пляжа будет такой дом, стоит 650 тысяч, ну, примерно в таких пределах, я точно сейчас не могу сказать. Наверное, на эту тему нужно отдельное видео делать, но хочу сказать, что если вы хотите дешево купить дом, то лучше не ехать в северные штаты, лучше ехать более, ну, я бы сказала, наверное, в Флориду, там, я не знаю, Аризону, Техас, там дешевле будет. Недвижимость, там можно купить нормальный дом и намного дешевле. Тут дороговато, и, соответственно, чем ближе вы к большому городу, там, как Нью-Йорк, Бостон, соответственно, дороже будет. Стоит недвижимость дома и также квартиры уже в самом Нью-Йорке или в самом Бостоне. Дома, например, в Бостоне там могут быть 2 миллиона, 5 миллионов и так далее и выше, в зависимости от места, улицы и так далее. Следующий вопрос, как дела обстоят с девушками в Штатах, знакомства, в общем, их стереотипы. Ну, наверное, на эту тему нужно делать отдельное видео, потому что у меня был еще один вопрос по поводу того, что я могу посоветовать тем, кто хочет знакомиться с американками, потому что я для девушек уже все почти рассказала, а вот для парней не рассказала инструкции о том, как нужно знакомиться, вести себя и так далее. Я, возможно, сделаю отдельное видео на эту тему, но так, если в двух словах сказать, то хочу сказать, что, ну, это исходя из моего опыта, да, то, что я видела, с чем сталкивалась и, как говорится, все, о чем я вам говорю, только исходя из моего опыта, моих мыслей и то, как я это вижу. То я хочу сказать, что вот для русских парней, наверное, все-таки будет немного тяжело тут с девушками, с американками именно. Все-таки мне кажется, что американки не очень долюбливают наших русских парней, и некоторые к ним относятся так осторожно, с опаской, знаете, и поэтому, наверное, если вы хотите найти себе девушку-американку, возможно, что вам придется хорошо постараться. Потому что тут американки, у них немножко завышенные стандарты, и они ищут очень успешных мужчин, которые уже хорошо стоят на ногах, у которых и хорошая работа, и свой дом, и крутая машина и так далее. То есть, если вы хотите найти хорошую девушку, порядочную, у которой все нормально с семьей, с отношениями, то есть никаких проблем нет в этом плане, то я хочу сказать, что такие девушки, они все-таки имеют завышенные стандарты в этом плане. Но я не говорю, что так везде, и, возможно, у кого-то другой опыт был, но все-таки я хочу сказать, что если вы хотите хорошую девушку найти, то вам нужно самому будет хорошо стоять на ногах, быть успешным. В поисках новых очков в магазине, что думаете? Ну, так неплохо. Смотрим. Ти-Джей Макс. Я тут влюбилась в этот цвет, вот подумываю себе такие купить на лето. Класс. Кстати, фирма Гэс, и стоят 39,99. Супер. Красота. У них есть разные цвета, я еще видела в голубом. И салат вам, по-моему, в цвете. Девочки, скажите, кто бы такие одел? Это, наверное, на какой-то концерт или выступление на сцене, а не 32 доллара стоят. Супер. Супер. Ну, именно для сцены-то класс, конечно, наверное. Но для реальной жизни я не знаю. Это тоже для сцены, я так понимаю. Я не знаю, кто бы одел в реальной жизни такие. Хотя, кто его знает, знаете, у каждого свой вкус. На вкус и цвет товарища нет. В общем, ищу я себе новую обувь, но пока что не присмотрела ничего подходящего. Решила купить себе вот эту кофточку и к ней леггинсы рядом. Ну, а теперь у меня проблемы с сумочкой. Не могу подобрать нужный вариант. И вот думала про эту небольшую такую, такой небольшой летний весенний прикид. Кстати, если кому-то интересно, цена вот этой сумочке 25 долларов, кофточка 17 и леггинсы 7. Тут, кстати, у них сегодня как-то не очень людно, но вообще-то сейчас почти уже 9 часов вечера. Это неплохая сумка. Ну, она, конечно, под определенный наряд должна будет идти. Так ее просто не возьмешь, но она мне понравилась. Такая эффектная. И напротив другого цвета. Та желтая была, а это такая голубовато-синяя. 40 долларов. Класс. На этом все. Всем большое спасибо за вашу подписку, комментарии, поддержку, за пальцы вверх. Я это все очень ценю. Я все ваши приватные сообщения читаю и комментарии тоже. Если вдруг я не ответила еще на ваши приватные сообщения, которые вы мне писали несколько дней назад, неделю назад, простите, пожалуйста. Но вас много, я одна, и у меня сейчас в реальной жизни очень насыщенный такой момент, много дел, что я просто не успеваю тратить очень много времени на канал. Как будет поспокойнее, я буду стараться всем отвечать и со всеми общаться, я обещаю. Но пока что не могу. Я надеюсь на ваше понимание. Но также я всех обнимаю. Обещаю, что скоро будет следующее видео. И всем желаю удачного дня, хорошего настроения. Пока.